Привет, капитаны! В эфире FW Channel, канал, где изучают корабли. Команда получила преимущество. Крейсер противника подоплен. Сфокусировать охваты на указанной цели. Треугольник противника ликвидирован. Этот господин мне не нравится. Из всех суперлинкоров мне всегда больше всего нравился Ганновер. За возможность максимально дерзкой и агрессивной игры на линкоре. Причем с влиянием на бой и тоннами урона. Но после недавнего безусловного улучшения его боевых инструкций, этот великан превратился просто в адскую машину нагиба. Что я покажу в этом видео, в том числе с указанием конкретных временных интервалов между активациями улучшенных боевых инструкций. И у вас отпадут всякие сомнения. Также обсудим, почему не всем заходит этот корабль по сравнению с Сатсума или Патри. И как его надо применять на самом деле. Ведь очень часто приходится слышать мнение, что Ганновер якобы ужасный линкор. Не гнет и чуть ли не шлак. Причем так говорят не только обычные игроки, но и некоторые из тех, кто выдает себя за так называемых специалистов. Однако, если мы посмотрим актуальные данные средней статистики, то увидим, что процент побед у Ганновера второй среди четырех суперлинкоров, а хваленная Сатсума в самом низу. Я сейчас не буду утверждать, что Ганновер лучше Сатсуму. Мне нравятся оба этих линкора, и объективно каждый из них по-своему хорош. Но они созданы для совершенно разных стилей игры. Цифры же я показал для того, чтобы вы сразу поняли, что даже в среднем по больнице Ганновер вовсе не плох, и тем более не шлак, как некоторые так называемые специалисты утверждают. Просто он создан для ближнего боя и плохо подходит для столь любимого многими игроками на стрела с респа или края карты. На Сатсуме действительно можно почти не сходить с респа и набивать тонны урона. На Ганновер же, чтобы что-то набивать и влиять на бой, надо агрессивно сближаться, так как на дистанции его мощнейшие орудия косоваты. А вот на ближних дистанциях они вышибают дух в любые проекции, а также подключается злейшая ПМК, и урон начинает течь рекой. Как, например, в этом бою, где за 5 минут активного боя Ганновер набивает свыше 200 тысяч, и это еще при том, что приходилось отвлекаться на стрельбу по эсминцу. Бой еще обсудим подробнее, и на его примере рассмотрим тайминги активации боевых инструкций. А пока освежим в памяти, что именно апнули Ганноверу в патче 12.0. Количество необходимых для пристрелки за считанных залпов уменьшено с 12 до 10. Причем обратите внимание, что у Сацумы и у Шакова схожий ап, но им добавляют и негативные эффекты по времени бездействия. И только у Ганновера ап безусловный. Может показаться, что он небольшой, всего два засчитанных залпа. Однако с учетом того, что орудий у Ганновера только 8, эти два залпа, в зависимости от активности боя, могут сказаться на времени созревания боевых инструкций в размере примерно от полуминуты до двух минут, что в условиях реального боя оказывает достаточно сильное влияние на эффективность корабля. Вот в этом бою посмотрите, я первый раз активирую боевые инструкции, когда на таймере обратного отсчета оставшегося времени боя стоит время 15.19. Инструкции работают до 14.26, а в 12.46 включаются снова, то есть через минуту и 40 секунд. Но это была еще не очень активная фаза боя, и приходилось отвлекаться на эсминец, из-за чего попаданий было естественно меньше, и поэтому инструкции созревали дольше. Далее у меня завязывается плотный бой сразу с двумя линкорами. Инструкция отключается в 11.53, а в 10.53 уже снова созревает. Внимание! Всего через минуту активного боя боевая инструкция на существенный буст ПМК по дальности и мощности включается снова. Так неудивительно, что меньше чем за 5 минут боя с этими линкорами я набиваю больше 200 тысяч урона, потом еще немного пострелял по авику на дистанции, и за бой вышло почти 280 тысяч. В общем, для любителей ближнего боя и ПМК лучше линкора в игре не существует. Также Ганновер мне очень нравится еще и за то, что его главный калибр 283 мм пробивает линкоры в любые проекции, как и Ямато и подобные ему. Среди немецких линкоров это единственный, который может гарантированно без рикошета пробивать броню 32 мм, то есть шить все линкоры даже в нос и корму. Сочетание столь мощного главного калибра с мощнейшим, а теперь еще и улучшенным ПМК делают из Ганновера шикарнейший корабль для агрессивного ближнего боя. Я проверял, как себя ощущают после апа инструкций и Сатсума, поэтому много играл на этих линкорах попеременно. И, конечно, после Сатсумы, когда стреляешь с дистанции на Ганновере, то сразу приходят мысли, какой же он косой. Это надо понимать и учитывать. А вот вблизи уже Сатсума может не попасть в силуэт линкора с 10 км, а Ганновер начинает вполне уверенно попадать. Поэтому вся суть игры на нем заключается в том, что вы с самого начала боя начинаете искать момент для сближения. И мастерство здесь в том, чтобы не начать это слишком рано и не попасть в лютый фокус, под которым Ганновер может моментально растаять. Или же слишком поздно, долго прозябая на дистанции без нормального урона. Порой приходится сближаться, раздавать по щам, получать в ответ и потом отходить снова на дистанцию на отхил. Хилиться несколькими хилками, постреливая с дистанции, и затем снова сближаться. Конечно, с точки зрения тактики это гораздо сложнее, чем весь бой на Сатсуме стрелять чуть ли не с респа. Поэтому Ганновер не всем нравится. С дистанции на нем урон не набьешь, а при неграмотном сближении очень велик риск быстро уйти в порт и снова остаться без урона. Начинающим игрокам, конечно, лучше зайдет Сатсума, да и так называемым статистам, любящим набивать урон из-за спин союзников тоже. Ганновер же нужен только тогда, когда хочется бодрого врыва. В рандоме это интересно, а в рангах так и вовсе очень сильно тащит, так как фокус в этом режиме не такой лютый и можно активно продавливать фланги. Сборка классическая, естественно в ПМК, иначе смысла в корабле просто нет. Очень важно взять уникального командира Гюнтера Людхенса, так как сотня попаданий с ПМК набивается очень быстро и включается его талант с 15% ускорением к перезарядке ПМК. Кстати, в этом бою ПМК сделало более 500 попаданий, а подробные цифры набитого им урона приведены в конце видео. Рекомендую досмотреть. Улучшенный перк наводчик тоже очень важен, так как в ближнем бою каждая секунда скорости поворота башен может стать критичной. В общем, если вам нравится бодрый ближний бой, лучше аппарата в игре не найти, и вряд ли в обозримом будущем что-то другое появится. А после недавних улучшений корабль просто расцвел. Рекомендую попробовать. Также не забываем поддерживать канал, чтобы видео могли продолжать регулярно выходить. Лучший путь сегодня это Бусти, который заодно вам даст доступ к целой пачке эксклюзивных видео, в том числе обучающих, а также особому чату со мной, в котором можно оперативно выяснять любые вопросы по игре. Нужные ссылки в описании. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был Суперджел. Субтитры создавал DimaTorzok Твоя никчемная команда может победить. Энергетическая установка повреждена. Неполадки устранены. Торпеда прямо по курсу. Командир, у нас отверстие, не предусмотренное чертежом. Нужна разведка. Союзники, нужна разведка. Нужна помощь с авиацией противника. Мы близки к победе. Не вздумайте сливаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...